Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречались с мужчиной Готов, затем ничего не объяснив, он исчезал на несколько месяцев, потом снова выходит на связь, узнав мой новый номер через работу. Затем, то блокируют, то разблокируют, общение нестабильно, снова блокируют, не отвечают на сообщение. Я пыталась связаться с ним в другом мессенджере, но он не отвечает. При помощи медитации и терапии нашла себя и отпустила. Поблагодарила за опыты, когда случайно встретила его на улице, уверенно прошла мимо. Заметила, что он начал взгляд поворачивать в другую сторону, чтобы не столкнуться с моим. Через некоторое время я сменила номер телефона, но в Вейбере есть функция оповещения всех контактов в телефоне, что не номера. Недавно очистила телефон, удалила Вайбер. Заметила, что он внес мой контакт в свой телефон, сучу по WhatsApp, так как начала видеть его аватарку, но он не писал. Я удалила, конечно, его номер, но у меня возникло странное желание скрыть свою фотографию, чтобы он ее не видел, как будто спрятаться. Будет ли это считаться, что он не безразличный к какой-то слабости. А почему вы считаете, уважаемый аноним, что не безразличие к человеку это слабость? Мне кажется, что до тех, в общем-то, упор, пока вы будете бежать от признания того факта, что вам человек не безразличен, а он вам так или иначе не безразличен, потому что помогла-то часть вашей жизни, очевидно, совершенно. А вот до тех пор, в общем-то, вы будете находиться как-то вот, ну, в такой вот, ну, вероятно, зависимости от него. Вот. То есть, понимаете, тут момент не в том, что вы... от него зависим, или момент не в том, что вы его, там, отпустить не можете, а тут момент именно в том, что вы боитесь признать, как мне кажется, что он вам не безразличен. Вот. И ничего плохого в том, что он вам не безразличен, нет. Это, на мой взгляд, абсолютно нормально и естественно, что он вам не безразличен, потому что, ну, вы с человеком были в отношениях, вы были с ним, ну, вы встречались с ним какое-то время, и время, возможно, достаточно, достаточно продолжительное. Вот. Поэтому, вы боитесь быть слабой. И мне кажется, что в этом заключается одна из ваших таких вот, наверное, наверное, проблем серьезных, что называется, да? То, что вы боитесь, боитесь вот слабости, как бы. Вот. Хотя, на мой взгляд, признать, что вы что-то чувствуете, признать, что вы хотите чего-то, например, вот, ну, допустим, сейчас вот может быть конгребент вот человек, а глобально может быть вообще чего-то хотите. признать это очень, даже, важно и нужно вам для того, чтобы двигаться дальше. Вот. Это первое. А второе. Как бы, дело не в том, чтобы... Ну, слабо вы или нет, дело ваших чувств. И мне кажется, мне кажется, что то, что вот с вами происходит, вполне может быть своего рода результатом именно вот того, что вы как-то, ну, вот, своим чувствам не даете, в общем-то, проявлять. Вот. Вы их блокируете. Почему человек для нас становится, вот, что называется, сверхозначимым? Не в том смысле, что он для нас значим, ну, для нас значим. В значимости, как бы, ничего нет плохого, да, и это абсолютно нормально, что, ну, что мы воспринимаем определенных людей как значимых для себя, вот. А дело здесь заключается немножко в другом числе, сверхначим, что мы снова и снова думаем об этом человеке, что мы снова и снова, как бы, возвращаемся к нему и так далее, вот. А почему? Потому что с этим человеком нас связывает возможность какого-то состояния, вот. и это состояние является тем, чего мы хотим. И в данном случае речь идет о том, что вы с, ну, вот, с данным мужчиной чего-то хотите, и вам кажется, что вы можете, можете, как бы, получить это, вот, только, собственно говоря, с ним, вот. Вам кажется, что вы больше ни с кем этого не получите, вот. Вы больше себя не почувствуете так, как чувствовали себя, как бы, с ним, вот. А правда в том, что вам для этого, для того, чтобы почувствовать себя как-то, вам не нужен, ну, вот, вот, какой-то конкретный человек. Но, возможно, проявить свое чувство по отношению к нему, чувство в хорошем смысле слова, не, может быть, в не совсем привычном для вас смысле, в не совсем привычной для вас форме, были бы для вас, как раз таки, позитивные истории. Вот. Вы, вроде бы, говорите про то, что, вот, ну, про терапию, вроде бы, вроде бы, вы, ну, вроде бы, вы говорили про терапию. Вот. А что это была за терапия, в общем-то? Что она, за терапию, сюда, подставляла? Как вы ее занимались? Была ли это психотерапия, или это было, вот, что-то такое, вот, ну, другое? Я хотел бы, я хотел бы это понять, потому что, из ваших, как бы, из вашего описания не очень понятно. Ну, вот, да, вы описываете элемент, конечно же, любовной, 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 любовной зависимости, это правда. И вы ведете себя в общем и целом, и целом, как, действительно, человек, находящийся в любовной зависимости. Потому что, там, вся эта история была про слабость, эта история про ваше стремление и желание, там, быть сильной и так далее. Это все такие, ну, достаточно классические проявления любовной зависимости. Я сейчас не говорю, что это плохо, вот, совершенно, я говорю это не с целью, там, нас обвинить, или доказать, что вы там ничего не сделали, возможно, какие-то, какие-то успехи у вас и есть. Просто, насколько, вот, глубоко, глубоко вы, как бы, это проработали, насколько полноценно, вот. Медитация, это хорошо, но медитация, она же имеет свои ограничения, особенно, особенно, если вы делали это, ну, как-то, как-то, вот, сам, да? То есть, если вы это делали именно, вот, самостоятельно, без привлечения, как бы, специалистов, вот. И то, что вас сейчас больше волнует перспектива проявить слабость, вместо того, чтобы, условно говоря, ну, например, разобраться в себе, да? Ну, это, вот, довольно-таки, такой, я бы сказал, показательный, в общем-то, факт того, где вы сейчас находитесь, вот. Вы сейчас находитесь на, как бы, становлении, вот, вы здесь находитесь на становлении, ну, вам нужна поддержка, ну, вот. И если говорить о поддержке, то нужно, как-то, вот, вот, создать картинку, потому что вы говорите о довольно сложном эпизоде в своей жизни. Этот эпизод касается, ни много, ни мало ваших отношений, ну, с человеком, да, вот, и этот человек на вас что-то значил. И, кроме того, кроме того, то, что он исчез, бесследно вас, ну, как бы, не могло не травмировать, собственно говоря. Скорее всего, вас это травмировало. Ну, это нормально, что вас это, что вас это травмировало. Ну, вот, другой вопрос, как бы, ну, во-первых, действительно ли это так, вот, на самом, ну, на самом ли деле, это так? Это первое. Вот. На самом ли деле, так, как вы, вот, это видите? То есть, мужчина, мужчина бесследно исчез, мужчина бесследно исчез и внезапно, а потом он вернулся. Ну, вот. То есть, вот эта вот внезапность исчезновения, она на самом деле при анализе отношений, не такая еще внезапно, вот, ну, как правило, вот, она не такая внезапная, если присмотреться внимательно, вот, если получить, там, ну, может быть, какую-то, вот, несколько более полную картинку того, что происходит, понимаете? Вот, и с вами, или с вами, нужна обратная связь, просто, на то, чтобы, вот, ваше, ваше жизнь произошло, произошло. Хотя бы обратная связь, хотя бы обратная связь, вам нужно получить. Ваше жизнь, просто, ну, вы как-то, вот, по крайней мере, по моим, вот, впечатлениям, да, вы одна варитесь, вот, в этом, как бы, аду в своем, аду, в котором, вот, вам непонятно, да, почему человек, вот, он так себя ведет, да, чего он, как бы, хочет, и вообще, как, вот, как бы, ну, дальше жить, вот. Опять же, опять же, здесь, ага, про что, здесь про что, здесь о чем, да, здесь про ваше недоверие себе, как бы, то есть вы себе не доверяете, ну, вот, вы полагаетесь на человека, вот, именно на другого человека, вот, и в отношениях, вы, скорее всего, тоже пытались полагаться на машину, вот, то есть что сейчас происходит, что делает ваш партнер, бывший, вот, он делает, как бы, все для того, чтобы занять максимально удобную позицию в отношениях с вам, то есть, чтобы, с одной стороны, и к вам не приближаться, слишком близко, а, ну, вот, слишком близко, чтобы к вам не приближаться, слишком близко, с одной стороны, с другой стороны, чтобы, все-таки, вот, как-то, с вами быть, вот. И, сейчас, от него, для вас, судя по всему, хоть же и в меньшей степени, но зависит, то, как вы, ну, живете, да, то, как вы будете жить, и так далее, вот. Это, это не то, чтобы, не то, чтобы это прямо плохо, не то, чтобы это прямо плохо. Я, опять же, думаю, что, вот, ну, как бы, к какой-то степени это, наверное, даже, даже хорошо, вот. Потому что вы можете, на данный момент, видеть проблематику, вот. Ну, как бы, да, вот, ну, свою проблематику вы можете видеть здесь. Это очень важно, чтобы вы видели свою проблематику. Что вам сложно, как-то, по жизни, опираться на себя. И, когда человеку, как-то, вот, по жизни сложно на себя опираться, он будет искать того, или тех, на кого опираться можно. А другие люди по-разному, по-своему, по-своему, реагируют на то, когда на них опираться, вот. Кому-то это нравится, когда на них опираться. Кого-то это устраивает, а кого-то нет. Кто-то, ну, кто-то от этого в восторге, а кто-то нет. Кто-то, ну, от этого, такой вот, ну, ответственность. Кто-то нет. Кто-то реагирует на это спокойно, кто-то нет. Кто-то сбегает, как, вот, в данном случае, мужчина, мужчина сбежал. Вместо того, чтобы сказать вам, да, в том, что, ну, что мне что-то не нравится. Что мне что-то не устраивает. Вот. Что мне что-то не по душе. Что чего-то я не хочу. Понимаете? Вот. А вы, сами, вот вы, как у вас эти, значит, обстоятельства? Есть ли у вас, наоборот, такой вот, скажем, такой, может быть, ну, может быть, может быть, чрезмерной эмоциональности, допустим, по отношению к себе, по отношению к окружающим вас людям, да? То есть эмоционировать-то ведь тоже можно, как бы, по-разному. То есть, когда эмоционирования слишком много, то это тоже может иметь не самые лучшие, ну, последствия. Да, вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому я думаю, что человек, раз уж вы, вот, грубо говоря, привлекли Такого человека, который не очень, мягко говоря, хорошо себя знает, например, Раз уж вы такого человека привлекли, значит, вероятно, вы сами не слишком хорошо знаете себя. И вам нужно постараться, вот, то, на что бы я обратил бы ваше внимание, как раз, это на то, чтобы получше, получше себя, эээ, себя узнать. На то, чтобы, как бы, лучше, эээ, лучше себя понимать, вот. И лучше реагировать, и реагировать аутентично, то есть реагировать так, как вам хочется, да? А не пытаться, там, вот, играть, да, пытаться, там, делать, вот, какие-то вещи, вот, которые, ну, как бы, которые, эээ, может, ну, не совсем, эээ, понятны, не совсем ясны, и так далее. То есть, опять же, вот, здесь, эээ, поймите, эээ, поймите правильно, да? То, что я пытаюсь сказать, что вы не обманываете, я не говорю о том, что вы обманываете, вот, себя или, там, человека, там, и так далее. Я уверен, что вы, вот, ну, вы верите, вы правда верите в то, что, там, делаете, вы правда верите в то, что, ну, в то, что выбираете, и так далее, вот. Просто идея заключается в том, насколько это все вы, действительно вы, да, вот, и как вас это, вот, раскрывает, и вот, насколько хорошо вас это раскрывает, ну, как бы, раскрывает, вот. Я имею в виду, раскрывает, как личность, так, как человека, как женщина. А самое главное, то, что, товарищ, вот, о котором идет речь, он стал единственным для вас. И речь, конечно, здесь не о том, что у вас, ну, как бы, что у вас должно быть много партнеров, речь, конечно, не об этом здесь. Речь немножко о другом, как мне кажется, ну, вот. Речь все-таки больше о том, чтобы люди не становились для вас, вот, что называется, такой, вот, сверхценной идеей. А это не происходит просто так. Вот. И на это вы, вот, опять же, да, скорее всего, свое внимание не обратили. Вот. Потому что. Потому что. Потому что. Потому что. Для вас это привычно. Потому что для вас это понятно. Потому что для вас это, это то, вот, по сути, для вас это то, чем вы, вот, живете, ну, наверное, вот, в своей жизни? Ну, может быть, может быть. Понимаете, какая штука. Поэтому я и вот говорю вам обо всех этих вещах. Вот. Поэтому я говорю вам о том, что важно какую-то вот полную картинку здесь получить, увидеть, заметить и преследовать, чтобы видеть, где в этом всём вы, да, а вы-то чего хотите сами. Да. И вы даже вот по, я надеюсь, ту, ну, как бы вот моего сообщения вам уже, наверное, заметили, что ваша слабость, о которой вы говорили изначально, вот эта вот борьба, которая, ну, может быть, присутствует у вас, она просто как-то отходит на второй план. То так ли важно, есть она или нет. Так ли важно, будете ли вы слабы или нет. Вы не становитесь хуже об этом. Но от того, что вы не делаете чего-то, только чтобы это не посчитало слабостью кем-то и, скорее всего, мужчину, на которого вы, ну, вероятно, вот обижены, да, такая вот обиды, да, немного. Здесь, ну, я бы сказал, может быть, может быть, ну, может быть, несколько, такая вот, ну, детская обиды, да, типа, как вот он меня, он меня, там, бросил и так далее. Ну, чтобы этот фильм становилось центром вашей вселенной, чтобы вы увидели, что это не так важно. Вот. Вот. Это важно, конечно. Это важно, это имеет значение, вот, но не первостепенно. Вот. Ваши чувства, как и мебель, они были все равно важнее. Вот. И вот как раз, пока этого не происходит, как раз, пока этого не происходит, вы, скорее, являетесь не свободны и все еще зависит. Хотя, формально вы уже, как бы, ну, вот, с человеком, ну, все, да, вот. Вы уже, как бы, и не вместе, вы уже, как бы, и давно не общаетесь, вы там уверенно прошли и так далее. Вот. А, возможно, та боль, которую, вот, естественно, испытывает в таких ситуациях. Так, так и осталось с вами непросто. Вот. И она, как бы, осталась с вами, она, она будет на вас, вот, влиять, так или иначе. Вот. Подталкивая вас, допустим, к тому, чтобы, чтобы вы были «синий», в кавычках, чтобы вы ничего не чувствуете. Вот. И так далее. А еще контроль, чтобы ни один, значит, другой, как бы, мужчина, да, не позволил себе вот так вот себя с вами повезти. Вот. Это все, вот, ну, от непрозитой или непрозитой боли. Вот. И задача психолога, вот, помочь вам, чтобы это не мешало вам двигаться дальше. По жизни. Вот. Понимаете? Ничто бы вы не чувствовали боли. Ничто бы вы не испытывали какой-то грусти. Ничто бы вы не испытывали печали. Ничто бы вы исключили для себя возможность того, что вас бродит. Нет. А чтобы просто умели были обращаться с чувствами, копыр у вас возникает. Чтобы вы их выражали несколько, несколько более, ну, более соответствующие тому, вот как раз, э-э-э-э-э, что вы ощущали. Понимаете, какая история? Поэтому я надеюсь, что вы как-то вот для себя вот эти моменты, ну, поисследуйте, я надеюсь, что вы как-то вот об этом подумаете, как минимум. Вот, и решите уже, собственно, что вам делать, вот, ну, дальше я имею в виду, да, вот, потому что, ну, от того, что мы вам сначала скажем, да, например, что это не слабость или это слабость, ну, ничего не изменится. Вы как испытывали эти ощущения, так и будете испытывать. У вас как было вот это вот желание человеку звонить и его искать и пытаться выйти на контакт, чтобы узнать, да, что же, собственно, произошло. Так оно, ну, вас никуда не денется. У вас как было желание спрятаться, да, защититься. Почему возникает желание спрятаться, потому что угроза есть. Вот. Есть определенная угроза. То есть вы чувствуете, что есть угроза и вам тревожно. Вы не знаете, что делать с этой угрозой. И давайте вот просто вот логически немножко подумаем. Да? Вот. Просто немножко логически подумаем. Когда возникает тревога? Когда есть угроза, но я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. У меня нет, как бы, готовых решений. У меня нет понимания, как двигаться. Вот. Я не знаю. Вот. И тогда возникает тревога, как напоминание человеку о том, что нет решений, нет понимания, нет движения. Вот. У вас, у вас, вы не знаете, как обращаться с тем, например, раз человек бесследно уходит. Ну вот вам никто не сказал, что люди могут бесследно уходить. А если говорили, то вы, наверное, думали, что, ну вот, как бы, со мной этого не произойдет. Вот. А это происходит, ну, скажем, скажем, от нас. К сожалению. Или, кстати, не знаю. Вот. Понимаете? А вы не готовы оказаться. И сейчас для вас это вот прямо вызов. Вот. Для вас прямо вот это вызов, 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 вызов. Как-то вот меня бросили. Ну, я, чтоб я еще слабой была. Да никогда. Понимаете? Вот. И кажется вам, что вот раз меня бросили, а у меня как-то вот такого, эм, такого-то в опыте нет. Что со мной что-то не так. И я должна себя, эм, как-то изменить. Я должна себя, эм, вот как-то поменять. Эм, ну вот, чтобы, ну, такого больше не повторялось. Значит. Ну вот. Это все, эм, ну вот, в какой-то степени, да, реакция, она, работа на реакцию. Вот это все в какой-то степени, эм, такая вот история, реакционная. Вот. В ответ на что-то извне. Если мне чего-то не объяснили, значит этого нет. Если мне что-то не показали, значит этого нет. А, это есть. И, эм, вот, э, ну, с вами, да, это случилось. К сожалению. Неприятно. Да. О, как бы, эм, никто не спорит, это неприятно очень. Но, это случилось. И, э, вполне вероятно, э, случится еще раз. Вот. Вот. И не раз. И вы никак не сможете на это повлиять. Потому что все люди разные. Потому что, э, не всегда, э, известно какой человек. Люди могут играть, э, очень, э, искусно. Э, э, как бы, вот, люди могут, э, там, ну, казаться, пытаться казаться теми, э, очень, э, убедительно, так скажем. Вот. И, вот, ну, вам, там, кажется, например, что, ну, вот, что вы уже справились, что вы, вот, э, как бы, все знаете, да, вот, все, там, э, э, ну, все, э, правила, вот, безопасности, вроде бы, э, соблюли, но все равно. Знаете, вот, все равно. Ну, вот, как бы, э, что-то, может, может произойти. Вот. И ваша задача не, э, э, как бы, не бояться этого. Но не бояться не в том смысле, чтобы, вот, как, э, ну, не знаю, делать фит, да, делать вид, что ничего, там, не произошло, например, как это вот вы, э, ну, возможно, сделали вот в этой ситуации, с, э, которую вы описали, да, где вы, там, э, мимо, вот, человека прошли, э, вот, уверен. А ваша задача признать, что это вот, ну, такая же, вот, как бы, э, часть, э, жизни. И что, э, не отвергая ее, не боясь своей сладости, может быть, вообще, э, перестав, э, как-то, вот, э, ну, э, может быть, вообще, э, вот, перестав, как-то, э, оперировать. Да? Такими терминами, как сладость, силы и так далее. Вы только личностно вырастите, с вами будет интереснее. И вы сами увидите свои интересы еще лучше, вполне, более, может быть, э, ну, вот, э, скажем так, э, более всесторонне. Вот. И, э, э, будете общаться, встречаться только с теми людьми, э, которые, вот, вам будут, э, соответствовать. Вот. То есть произойдет такой вот, ну, можно сказать, можно сказать, что, э, естественный э, или увеличение, можно сказать, увеличение естественного, э, hacen. По входу во ваше окружение, например. Понимаете, да? Вот в этом вся и штука заключается, поэтому вот надеюсь, очень надеюсь, что у меня получилось показать вам вот некоторую вот, может быть, бесперспективность тех как бы категорий, которыми вы сейчас оперируете и я надеюсь, что у меня получилось показать вам, что есть другие, более легкие, не такие категоричные, не такие однозначные, не такие невнимательные, они такие жестокие к вам, к вам, например, ну потому что то, что описать вы, например, да, что это прям вот нет слабости, нет, нет, значит, какой-то вот спонтанности, да, ничего как бы вот такого нет. Ну, очень, очень-очень тяжело жить в таком ключе, да, вот в такой парадигме, ну вот, это нормально, любому человеку было тяжело жить в таком ключе, в такой, ну, парадигме, ну вот. А вы живете и на полном, значит, совершенно серьезно, от себя этого требуется. Вот, ну я не удивлен, что вы находитесь вот в таком напряжении, решении, да, и в итоге спрашиваете нас о помощи. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи!